Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Добро пожаловать на фестиваль Манны. Я не знаю, кто ее купил, но она напоминает мне стиль движения хиппи. Так что если нас смотрят сторонники этого движения... Нет-нет, я шучу, конечно. Надеюсь, что таковых среди нас все же нет. Иначе кто-нибудь сказал бы, «Эй, приятель, я уже где-то видел такую рубашку». Мне пора перейти на серьезный тон, потому что послание у меня очень серьезное. Серьезное и очень сильное. Мы поговорим о сатане в запретной зоне. Давайте представим, что купола скалы здесь нет, а на его месте — иудейский храм, в котором служил Иисус. Я буду пользоваться терминами, которые легко запомнятся. Многие помнят, что в храме был внешний двор, внутренний двор и святое святых. Во внешнем дворе было два предмета. Жертвенник, на котором совершались жертвоприношения, и круглая чаша с водой, в которой священник мог омывать свои ноги и руки во время служения. Затем вы попадали во внутренний двор. Там было три предмета мебели. В этом направлении располагался стол хлеба в предложении. На нем раскладывали 12 хлебов, которые выпекались и съедались раз в неделю. Каждую неделю выкладывали новый хлеб. А в этом направлении стоял семисвешник, золотая минора с семью подсвешниками с маслом. Она освещала территорию внутреннего двора. Далее огромная завеса толщиной в человеческую руку. Она шивалась из 72 квадратов. Дальше была комната под названием «Палата Дев», которая существовала в храме во времена Христа. Каждые два года завесу заменяли. На нее постоянно попадали брызги крови. Она становилась тяжелой и приобретала неприятный запах. По этой причине завесу время от времени заменяли на новую. Далее, золотой жертвенник для курения. Им пользовались два раза в день. На него помещали 11 разных благовоний. Благовония были символом молитв всех святых, поскольку дым от воскурений поднимался к Богу. И вот что интересно. Ковчег Завета обычно располагался за завесой. Однако во времена Иисуса ковчега Завета за завесой не было. Многие не знают, что после Вавилонского плена, когда евреи вернулись и восстановили храм, ковчег Завета пропал. Есть два поверия. Согласно первому, Иеремия спрятал его в комнате под храмовой горой. Я встречался с потрясающим раввином Иегудой Гетцем. Да будет благословенна его память. Ночью он показал мне туннели под западной стеной. Сейчас не буду вдаваться в детали. Он сказал, что увидел ковчег Завета, спрятанный под храмовой горой. Тот был в ужасном состоянии. Херувимы разбиты, вокруг старые шкуры животных. Рави сказал, я не буду его доставать. Зачем? Вызвать Третью мировую войну? Безопаснее оставить его там. Он рассказал нам об этом в своем кабинете. Это было в 91-м году. Итак, ковчег Завета был спрятан перед временем Вавилонского плена. Его больше не вынимали. Я спросил раввина Гетца, почему. Не буду вдаваться в детали, потому что сегодня мы говорим не о ковчеге, но действительно, были причины, по которым ковчег не был извлечен и восстановлен во время второго храма. Итак, во времена Иисуса, когда священник входил в святое святых, кровь животных выливали в яму в земле. Затем она стекала в Кедронскую долину. И сейчас я показываю как раз на Кедронскую долину. Вон она. Почва в этой долине очень плодородна. Вероятно, именно изобилие крови и ее белка. Много веков назад фермеры сражались за эти земли. Большинство из вас знает, что храм состоял из внешнего двора, внутреннего двора и святого святых. Согласно первому посланию Фессалоники, цем 5 главе, такое строение символизирует наше тело, душу и дух. Внешний двор — это тело. Там находятся жертвенник и чаша с водой. Жертвенник — это то место, где вы отдаете свое тело в жертву живую, благоугодную Богу. А чаша — символ водного крещения. Поскольку во время крещения ваше тело погружается под воду. Это был внешний двор. Внутренний двор — это символ души. Это интеллект, разум, воля и пять чувств. Именно в сфере души вы познаете доктрину. 12 хлебов на столе хлебов — предложение символизирует собой 12 основных доктрин Нового Завета для верующих. Это спасение, оправдание, восстановление, крещение Духом Святым, доктрина о судах, доктрина о возложении рук и так далее. Всего их 12. Минора символизирует Дух Бога и помазание Господа. Святой елей и огонь. Святой минора. Золотой жертвенник, согласно книге Псалмов, это место, где молитвы возносятся к Богу. Это символ вашей молитвенной жизни и ходатайства. Это была сфера души и разума, но далее идет Дух. Именно в Духе должен находиться Ковчег Завета. Основываясь на том, что писал о Ковчеге Павел в послании к евреям, там находился золотой сосуд с манной, скрижали с заповедями и жезл Аарон. Сосуд с манной символизирует спасение. Скрижали с заповедями отделяют вас от греха. Это символ освящения, то есть отделение для святых целей. Жезл же символизирует чудеса Духа Святого. Именно из вашего Духа исходит дар спасения, поскольку там находится сосуд с манной. Там же источник вашего освящения, который отделяет вас от грешной жизни. Это скрижали с законом Бога. Там же крещение Духом Святым, которое, как сказано в Евангелии от Иоанна, течет из вашего чрева. Надеюсь, вам интересно. Это удивительная тема. Но возвращаемся к теме, на которую я хотел поговорить. Сатана в запретной зоне. Поскольку у вас есть тело, душа и дух, покажу вам одну модель. Евреи, левиты и священники. Это три группы. Все они допускались во внешний двор. Евреи не допускались во внутренний двор. Туда входили только священники и первосвященник. Что касается святого святых, туда не допускались ни евреи, ни левиты. Только первосвященник мог войти в святое святых раз в год в день искупления. Теперь, разобрав строение храма, мы должны задать себе вопрос. Мы все здесь верующие. Не думаю, что вы поехали бы на святую землю с Перри Стоуном, будь вы неверующий человек. Наверняка вы спасены, крещены в воде и Духом Святым, иначе вы бы не поехали в тур по святой земле. А вы когда-нибудь задумывались, как далеко может зайти враг в жизни верующего? Давайте рассмотрим наше тело. Наше тело — это храм Духа Святого, и в нас живет Дух Божий. В то же время мы читали в 13 главе Евангелия от Луки о женщине, дочери Авраама, что означает, что она была в завете с Господом. Дух немощи атаковал ее тело. Он не атаковал ее дух. Он атаковал ее тело. В оригинале стоит греческое слово «эстилия», которое буквально переводится как «дух слабости». Женщина была скрючена и не могла выпрямить свое тело. Мы видим, что, молясь за нее, Иисус назвал это атакой сатаны. Он сказал, «Сию дочь, которую связал сатана, освободить от уз в день субботний». Дух болезни может атаковать тело верующего. Это бывает, и это невозможно отрицать. Даже Писание. Что же тогда насчет разума и души? В Деяниях 10 главе 38 стихе есть такой стих, «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». И вы, и я знаем, что есть верующие, которые мучаются в разуме. Эти верующие страдают от подавленности или депрессии. Не буду называть причины, почему такое бывает, «Но такое может быть по причине атак какого-либо духа». И вот что интересно, сатана ограничен. Я осознаю, что некоторые люди будут несогласны с моим богословием. Сейчас я излагаю свою позицию, не более того. Дух Божий живет в духе верующего. Вы согласны с тем, что Дух Божий живет в нас, в каждом из нас? Вернусь к Евангелию от Иоанна 7 главе. «Из чрева потекут реки живой воды». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Крещение Духом Святым — тот момент, когда Дух поселяется в вашем Духе. Интересно, что много лет назад я оказался на границе между классическими пятидесятниками и харизматическим обновлением, где были баптисты, методисты и католики, все вместе. Я, можно сказать, оказался на рубеже между двумя этими группами. В харизматическом обновлении были люди, которые пытались изгонять бесов из христиан, из их внутреннего духа. Вот что я хочу сказать. Дух Святой никогда не будет жить в Духе человека, в котором есть бесы, потому что написано, «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» Дерево не может производить колючки и плоды одновременно. Может ли демоническая сила атаковать тело? Тело — да. Может ли она атаковать разум огненными стрелами? Конечно, может. Павел писал о шлеме спасения и о том, как угошать раскаленные стрелы лукавого. Но интересно вот что. Если посмотреть на скинию, святое святых предназначено только для первосвященника. Бог не допускал туда левитов. Иначе те бы просто умерли. И израильтяне тоже умерли бы на месте. Я хочу на примере одного стиха быстро поделиться с вами тем, как обстановка храма отражает Божие благословение в каждой сфере жизни верующего. Давайте посмотрим на жертвенник. На медном жертвеннике основным веществом была, конечно же, кровь. Это был жертвенник приношений. В Откровении 12 главе 11 стихе сказано, «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы знаем, чем можем победить. Именно это символизирует кровь на жертвеннике. Теперь чаша с водой. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Чаша — это то место, где вы омываетесь, точнее, обновляетесь. Чаша — это иллюстрация обновления. Далее мы видим минору. Минора — это иллюстрация откровения, просвещения, света. Когда священник вставал перед семисвешником минорой, на его груди было 12 камней. Он задавал Богу вопрос, и свет освещал буквы на его груди. Глядя вниз, священник читал буквы, которые высвечивала минора, и складывал их в слова. Это называется «вопросить Господа». В Ветхом Завете это происходило довольно часто. Итак, мы читаем, «Потому что Бог, повелевший из тьмы высиять светом, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Итак, «жертвенник» — это кровь Иисуса. «Чаша» — это крещение в воде и омовение баней слова. «Минора» — это откровение, которое приходит через Духа Святого. Ну а далее у нас стол с хлебами, символ обновления ваших сил. Затем «золотой жертвенник» — символ вашего ходатайства. Помните 140-й псалом, второй стих. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». А вот что писал Павел в 1-м послании Тимофею, 2-й главе, 1-м стихе. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков. «Золотой жертвенник» — символ вашей молитвенной жизни, поклонения и ходатайства. Теперь переходим к «Ковчегу Завета». Я уже говорил, что «Он» — это вся полнота благословений Господа. Вся полнота Божьей благословений. Теперь следите за мыслью, потому что здесь начинается самое интересное. Что на самом деле поразит врага? Большинство тех, кто верует в полное Евангелие, уверены — это помазание Духа Святого. Именно помазание Духа Святого поразит врага. «Ермо распадется от помазания», сказано у Исаия в 10-й главе. Бог помазал Иисуса, чтобы разбить ермо тех, кто потерян. Да, помазание разбивает ермо. Послушайте, что сказано во 2-й книге Царств, 3-й главе. «Я теперь еще слаб, хотя и помазан над царством». Это писал Дагит. Теперь обратите внимание на то, что сказал Иисус. «Когда Бог помазал Иисуса после водного крещения, Господь был поведен Духом в пустыню для искушения от дьявола». Теперь я должен выразить свою мысль очень точно, чтобы вы правильно меня поняли. Помазание не избавляет вас от атак врага. Иисус был помазан, но пережил искушение. Давид был помазанным царем, однако Библия говорит, что обладая помазанием, он ощущал слабость. И второе. Запрет дьяволу. Как мы запрещаем врагу? Кто знает, как мы это делаем? Это наши испаноязычные братья и сестры, наверное, из Мексики. А они так веселятся. Давайте поддержим их. Мне нравится. Вот почему. Мне так нравится бывать здесь. То и дело слышно, как люди прославляют Бога. Итак, чего больше всего боится сатана? Того, что ему запретят. Вы можете быть помазанным и пережить атаку врага. Вы помните, что ученики запретили бесу в мальчике, но ничего не произошло. Запрет не имеет смысла, если произнесен в неверии. Я повторю. Запрет не имеет смысла, если произнесен он в неверии. Запрещается в вере, а не в неверии. Ученики не могли изгнать беса из мальчика, потому что не верили. Теперь задумайтесь вот о чем. Пугает ли врага сама вера? Просто вера. Не знаю, слышен ли вам этот шум. Эти ребята уже организовали там церковь. Я даже готов спрыгнуть с балкона и присоединиться к ним там, внизу. Они прекрасно проводят время, скажу я вам. Итак, вера в Бога. Это ли то, что пугает сатану? Послушайте такой стих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Другими словами, сатана верит, что Бог есть. Сатана верит во Христа и знает, что он Божий Сын. Но это не спасительная вера. Я мог бы задать много вопросов о том, чего больше всего боится враг. Но я скажу, что сдерживает его больше всего. И прочту стих, где звучат слова самого Иисуса. Послушайте внимательно. Сатана пытался убить Иисуса в Вифлееме. Все дети до двух лет были убиты римскими солдатами. Люди пытались сбросить Иисуса со скалы. Помните этот момент? Он прошел сквозь толпу. Затем случился шторм и хотел потопить его лодку. Лодка была заполнена водой. Сложно потопить лодку, заполненную водой, если в ней тот, кто может ходить по воде. Он вполне мог стоять на воде, прямо в лодке. Тем не менее, целью этой атаки было утопить и погубить Иисуса. Много веков назад люди на этой храмовой горе пытались забросать Иисуса камнями. Он избежал этого. Но вот чего. Больше всего боялся сатана. Надеюсь, вы готовы? Иоанна 14 глава 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами. Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». В другом переводе этот стих звучит так. «Я не буду долго говорить с вами, потому что идет князь этого мира. Он не имеет надо мной власти». А теперь расширенный перевод. «Я больше не буду с вами говорить, потому что идет князь, злой гений, правитель этого мира. У него нет прав на меня. У него нет со мной ничего общего. Во мне нет ничего, что принадлежит ему. И у него нет надо мной власти». Очень сильное слово. И вот главное. Враг пытается проникнуть в вашу душу, атакуя ваше тело. Либо подавляя и угнетая вас морально. Это могут быть раскаленные стрелы или какие-либо испытания. Но вот что мне нравится в Иисусе. Он сказал, «Идет князь этого мира, но он не имеет надо мною власти». А вот чего боится враг. Враг боится, что вы одержите полную победу. Подумайте об этом. В любой сфере вашей жизни у врага нет над вами власти. Мне нравится выражать это так. Да, я готов танцевать и радоваться. Во времена Римской империи борцы месяцами мазали кожу маслом, чтобы ко времени состязаний она стала очень скользкой. Когда противник пытался схватить такого борца, его руки соскальзывали. Бог желает, чтобы на вас было такое же скользкое помазание. Когда враг попытается ухватить вас, он просто соскользнет. В прошлом я боролся с депрессией. И знаю, что это такое. Когда враг попытается завести вас в подобный плен, пусть он просто соскользнет. Враг боится ни помазания, ни вашей веры, ни вашего пребывания в слове и вашей молитвенной жизни. Единственное, чего он боится, когда вы говорите, «Ты можешь на меня напасть, но тебе не за что схватиться». Я не для тебя. Я не буду с тобой. Я не играю в твои игры. У тебя нет надо мной власти. Поэтому сегодня хочу вдохновить вас так. Вам дано все вооружение, чтобы ходить с Господом, любить Его и воплощать Его цели. У нас вышла новая серия. Пожалуйста, не переключайтесь. Я вернусь к вам через одну минуту. Прославьте Господа! Серия «Ефесиным в глубину. Стратегия воина» уже доступна. Сегодня на фоне множества духовных конфликтов и сражений, в это послание есть особая нужда. При записи этой серии был использован макет римского города и множество реплик вооружения римского воина. 12 часов учения разделены на 23 получасовых урока на 7 DVD-дисках. Все верно, 7 DVD-дисков. В этой потрясающей серии вы узнаете, как воссесть на небесах, как ходить с верой и как выстоять в день злой. Четыре урока посвящены тому, как сражаться с четырьмя типами сатанинских духов, с которыми вы встречаетесь в своей жизни. Также вы узнаете, как написанное Слово Божие становится оружием под названием «Меч Духа». Вы узнаете, как обновлять и восстанавливать свой щит веры, и даже увидите разные типы щитов, которыми пользовались в Римской империи. Два урока научат вас, как уберечь свои ноги от тайных ловушек, расставленных сатаной. Четыре урока расскажут о битвах, которые пройдут в последние времена и стратегии поведения в разных ситуациях. Вы сможете применять это учение, чтобы одолеть врага в каждой сфере вашей жизни. Каждый предмет, всеоружие Павла, будет представлен и подробно изучен. Но самое главное, я покажу вам, как использовать это защитное вооружение в вашей повседневной жизни. Эти семь дисков, 12 часов учения, 23 отдельных урока, доступны ограниченное время. Хочу выслать вам это учение Ефесиным в глубину за пожертвования в 95 или более долларов. Отправьте запрос по телефону на нашем веб-сайте, адрес которого указан на экране, или по почте, указав номер предложения EPH-132. Подпитайте свой дух. Я уверен, что эта информация точно преобразит вашу ситуацию. Да благословит вас Бог. По моему мнению, серия о духовном всеоружии против умственных, целесных или духовных атак, которым подвергаются люди, это самая важная серия за всю историю фестиваля Манны. Семь DVD с иллюстрированными посланиями. Мы потратили на сооружение макета и вооружение десятки тысяч долларов, чтобы показать послание к Ефесиным о всеоружии верующего. Пожалуйста, воспользуйтесь этим предложением, пока оно доступно. Вы узнаете очень много. Это учение изменит вашу жизнь. Мы очень рады возможности представиться вам это учение в программе «Фестиваль Манны». Теперь анонс. Мы едем в Фловуд, штат Миссисипи, с 22 февраля. Вся свежая информация о расписании наших поездок есть на нашем веб-сайте. Также в конце марта состоится наш грандиозный фестиваль воинов. Тысячи людей уже зарегистрировались. Вам тоже стоит поторопиться, чтобы точно стать частью этого мощного помазания, которое Бог будет изливать на молодое поколение. Говоря о молодом поколении, хочу упомянуть вот о чем. Во второй главе Иоиля сказано, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть, сыны и дочери будут пророчествовать. Когда мы говорим об этом, люди понимают значение этого слова по-разному. Одни говорят, что это значит проповедовать Евангелие или провозглашать послание. Другие указывают на то, что есть дар, который дает нам возможность принимать слова мудрости и слова знания, которые дают нам необходимую в нашей ситуации информацию. Третьи указывают, что есть учения, связанные с последним временем возвращением Господа признаками времени и явлениями природы. Я считаю, что это комбинация всех трех мнений. Поднимается поколение, которое будет смело провозглашать Слово Божие по всему миру. Бог восстановит в этом поколении дары Духа. Не потому, что они были потеряны или забыты, но потому, что ими пренебрегали. И третье, есть группа молодых людей, и это больше всего меня восхищает, которая любит учения о пророчестве. Именно по этой причине каждый год в апреле мы проводим международный саммит, где участвуют Джонатан Канн, Билл Клауд, я, Джоэл Ричардсон, Марк Билдс. Почему мы это делаем? Потому что люди хотят знать, что будет дальше, на основании Библии. Я люблю учения и проповеди, как и многие из вас. И больше всего меня интригует то, что я вижу молодых людей, детей, подростков и молодые пары, которые интересуются тем, чему учит нас Библия о будущем. Самое главное и прекрасное Библия действительно расскажет вам о событиях, которые должны произойти. Будь то глобальные события, национальные, духовные, события в церкви, события на Среднем Востоке и по всему миру, стоит отметить, что одна треть Ветхого Завета еще не исполнилась, 318 отрывков Нового Завета говорят о том, что Иисус собирается вернуться. В самом ближайшем будущем мы планируем представить вам 38 новых программ с моими учениями из Святой Земли. Мы записали эти программы там и будем показывать их в течение всего 2019 года. Неделя за неделей это будут все новые и новые учения. Некоторые из них меня особо восхищают, потому что Дух Святой давал мне сильное Слово Божие, откровение и понимание, пока я был там. Не пропустите ни одного выпуска. Я очень благодарен всем сетям, которые транслируют программу «Фестиваль Манн», особенно христианским телесетям, которые помогают достигать мир Евангелия. Когда Евангелие распространится по всему миру и у всех людей будет возможность услышать об Иисусе, тогда и придет конец. Поэтому вдохновляю вас следить за нами в социальных сетях и заходить на наш веб-сайт, где есть много новых предложений, новые учения и многое другое. И, наконец, я очень благодарен всем партнерам нашего служения. Надеюсь, что вам нравится партнерский блог и партнерская страница с самыми интересными моментами из Израиля. Спасибо, что остаетесь с нами. Я говорю это вам от всего сердца. Встретимся на следующей неделе. Будьте особенно внимательны к тому, чем мы с вами поделимся в будущем. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok